Какая симпатичная архитектура. Ну, согласитесь, кирпич не стыдно и повторяет формы. Вот, то есть вот старая часть улицы, да, и как это будет выглядеть. Вот это и есть ассорти Джейхан. А где? Килограмм. Это кос халат. Против храма-дом интересная мемориальная доска до реставрации. Этот дом принадлежал генералу артиллерии. Включил генералу лесной службы. Покажу чебуреки. Чебуреки большие. Они такой, знаете, маленький чебурек. Я взял фуржин, мясной пирог. Очень хотел его. Добрый день, дорогие друзья. Эй, дорогие друзья. Привет. Добрый день на нашем канале каждый день. Добрый день, канале о жизни нашей семьи, интересных путешествиях, вкусной еде, добрых, хороших людях. Меня зовут Олег. Эту девочку зовут Анюта. Большую девочку зовут Лора. Наша семья продолжает свое пребывание во Владикавказе. Сегодня новый день. Другая погода. Сегодня мы решили никуда не ездить. Посвятить этот день славному, гостеприимному, дружелюбному Владикавказу. Благо, погода сопутствует прогулкам. И начнем мы сегодняшний день от храма. В прошлом году мы были здесь. Были здесь на Пасху. Светлый праздник. Такое настроение было в этом году. Увы. Ну, что значит, увы. Мы немножко раньше от церкви открывается такой, я бы сказал, таинственный вид на старые дома Владикавказа с двориками. Меня так это все покорило в прошлом году. Даже захотелось создать что-то вот такое. Настолько уютно. Конечно, горы, увы, сегодня скрыты где-то от нас. Храм в таком великолепном синем цвете. Очень похож на Иссентукский храм, которым, я думаю, что видео уже вышло на канале. Старинный храм, созданный висюду на туках казаками. Пойдем, поставим свечки и продолжим наш путь по Владикавказу. И вот, извините, покажу еще эти дома. Архитектура, каких только стилей не намешана. И современный, скандинавский, и что-то там с японскими мотивами, как мне кажется. Но интересно все равно. Доброе утро, Владикавказ. Доброго чудесного дня. Мы не снимали, конечно, сегодня служба. И вот, что хочется сказать. Вот же захоронение видных людей, прославивших свой край. Вот здесь вроде центр города, да? Вот посмотрите, буквально рядом уже... Ну, у нас, Грозно, вот называлось Черные горы. Конечно, это такие холмы, это еще не горы полноценные. Но все-таки еще раз покажу вам храм. Хорошее, доброе место. Много, я смотрю, туристов, которые совсем не с религиозными целями приходят. Собственно, почему бы и нет, да, лор? Просто прийти, ну, говорю, храм как не даже достопримечательность городская, славное место. Надо прийти сюда, да? И храм красивый. И храм красивый, да? И вид потрясающий. Вид потрясающий, конечно. Хорошо, что вчера все-таки в горы поехали. Да. Вчера, конечно, мы устали. Не буду лукавить. Но столько сделано всего. И, в общем-то, понимаешь, что оно того стоило. Ой, 102 года у вас вот. Выдающийся лингвист нашего времени. Ну, потому что выдающиеся люди здесь похоронены. Ну, вон, самые славные. Наверное, вот так вот на этой дороге выглядели. Вот там по лестникам подлежишь. Ага, сейчас. Покажу, что здесь. Будем, наверное, спускаться и сюда, на улицу. Пойдем гулять дальше. Владикавказа его древняя. Против храма-дома интересная мемориальная доска до реставрации. Этот дом принадлежал генералу артиллерии Учелову. Затем генералу лесной службы. Вот так. Дом как раз напротив храма. Решили мы сходить на рынок, друзья. Ну, а почему нет? Сегодня, конечно, день будни. Но выходной 30 апреля. Поэтому считаю праздничный. Извините, когда я вижу такую кладку, я не могу остановиться. Показывать, конечно, красотища. Улица Рождественская. Мы сейчас живем на Армянской улице. Тоже говорю, есть своя магия. Жизнь в центре города. Ты выходишь, все поблизости. Достопримечательности. И вот здесь, еще раз, раз. Вроде такой относительно современный дом. Относительно, еще раз. А тут соприкасается с исторической застройкой. Современные павильоны, такие овощи, фрукты. Нравятся мне. Что это такое? Маме, все? Гуляем. Сейчас шли по Армянской улице. Повернем на Хитагурово. Конечно, мне кажется, лор со временем будут приезжать во Владикавказ, чтобы в этой атмосфере немножко побывать. Ну, старое. Да, если удастся, это сохранить. Ну, что же, конечно, стройка идет. Что там говорить? Ну, вот у меня такое ощущение, что здесь больше. Здесь пока только-только турист поехал. Ну, да. Во-первых, поехал турист. А во-вторых, я имею в виду, что все-таки за старые, мне кажется, держатся. И Словодский там это желание построить, оно все переосилило. И ломается все, что можно. Да, да. Здесь как-то еще... Вчера в машине едем, таксист какой-то. Ну, долго слышал этот наш разговор. Саня, мы что-то там курлыкали. Он такой, а вы откуда? Я говорю, из Питера. Говорит, блин, я думал, хотя бы вы местные. Все приехавшие, да? Говорит, я уже который день вожу только туристов, ни одного местного. Я говорю, это да. Наполнился город туристами. Ну, не только город. Посмотрите наш предыдущий сюжет из поездки. И горы тоже. Горы. Каких только... Мы вчера ехали из Ураб. Каких только регионов не увидели. Все регионы. И наши зрители тоже. Я в доме сомневаюсь. Встретили наших зрителей. Ребятам привет. Ну, и, конечно, это все расцветает. Внутренний туризм. И это хорошо. Главное, чтобы внутренний туризм не убивал аутентичность. О, домашний полуфабрикат звучит. Да, звучит. И наверняка все будет вкусно. Потому что в таких местах... Ой, а может мы вечером действительно никуда не пойдем? Мы купим что-то домашнее. Ну, меня подкупает вот эта кафешка внизу у нас прямо в доме, которая настолько по-домашнему. И вот... И они причем нас запомнили, как нас зовут. Утром выходим. Выходим. Где моя Анюта? Вот, ну, понимаешь, ну... Ее выпало. Ну, наконец-таки, хоть папка подстрижется. Ну, ладно, боюсь я. А то стану совсем красивой. Так тоже нельзя. На самом деле, пока Аня спит, надо машину помыть после вчерашнего и подстричься. Ох, задание, ох, задание. Да, и вот бросаются глаза, и Лора тоже отметила. Очень много научных работников. Героев. И вот по всем зданиям идем, мемориальные доски. Во-первых, шаурма Кинг. Ох ты! Нас зрители просто все говорили. Чего вы шаверму не попробуете? Такая вкусная. Вот шаурма Ни. Не знаю. Может, здесь вкусно. Нам присылали рекомендации, ребят. Я не знаю, это заведение, не это. Ну, может быть, и это даже. Попробуем зайти. Здравствуйте. Ну. Прямо, прям по царству. Внутри. Мы сюда пойдем? Не знаю. Я сейчас посмотрю, какие нам рекомендации присылали зрители. Может быть, это... Кладка нравится. Да, кладка. Я, да, я уже два раза говорил зрителям. Прерываюсь все время и показываю. Анечка, осторожнее. Кладка и сделать зону гриль возле нее. Да. Да. Красиво. Очень красиво. Ну, еще раз говорю, относительно современно, модно. И тут же, раз. Ты снимать хочешь? Шли на пути к рынку. Такие куры-гриль. Такие ароматы. Я говорю, это надо запрещать такие вещи, как специальное оружие, потому что сразу хочется есть, и ты готов покупать все, мне кажется, в таких этих самых... Кстати, посмотрели рекомендации наших зрителей по поводу шавермы. Одна из них находится очень далеко. Ну, как очень далеко. На машине 17 минут ехать достаточно далеко. А вторая буквально в 400 метрах отсюда, на Горького. Так что, кто его знает, может быть, и там окажемся. Торговый павильон «Глобус». Но это не рынок, да? Это все рынок. Ну, не совсем помню, но, может быть, в тот раз снимать на рынке было нельзя. Я думаю, что, скорее всего, тоже, потому что, ну, здесь по соображениям безопасности, когда-то были даже теракты здесь, и мы отнеслись к этому с абсолютным пониманием. Ну, посмотрим. Если получится что-то, обязательно покажем. Лора говорит, что с машины яблоки продают за 65 рублей. Хорошие. Хорошие. Ну, я видел, что хорошие, а не видел, что за 65. Идем на рынке. На рынке не снимали, потому что на рынке снимать запрещено. Нарушать традиции не стали, но все-таки, как говорится, так заведено, так заведено, да? Не просто так. Из цен картошка молодая, так же, как в Кисловодске стоила, 250 рублей. Зеленушка поедешевле. 20-30 рублей пучки. Самое дорогое было тархун за 70 рублей, большой пучок. Что еще лор? Помидоры 220 азербайджанские, большие. Ну, вот сильно мы не покупали, ребят, не скажу. Прошлись. Мясо не смотрели. Ну, но при этом... А, клубника, клубника 350 за килограмм. Клубника местная, ну, я думаю, что из Кабарды. В общем, сладкая, хорошая. Да, говорили, что никто не верит, что местная. В прошлом году она появилась намного позже. В этом году раньше, и все думают, что она привозная. Но это уже, как говорится, местная, потому что мы-то знаем. Мы здесь прозимовали, и мы знаем, что зима была в этом году более гуманная, и весна была прекрасна. Так что купили себе всяких разносолов, и пойдем в сторону дома. А может быть, предварительно и зайдем по рекомендации наших дорогих зрителей, и попробуем шаверму. Посмотрим, сейчас, как настроение будет. Мы в сторону шавермы, и так, зазывно призывающая Фо Ханой, вьетнамская кухня. Не знаю, работает она или нет, но попробую сбегать. Давно мы хотели вьетнамской кухни. Все, скучаем по ней. Ну, что-то мне подсказывает, что закрыто. Да, оп, вниз, но не работает. Правильно, нечего. Приехали во Владикавказ, кушайте вкусное мясо. А никакую не вьетнамскую кухню. Закрыто вот. Вот, не на рынке, поэтому снимаю. Балычная часть 620, грудинка 540, антрикот 590. Ну, ребят, скажу так, дешевле, чем в Кисловодске, конечно. Потому что все-таки цены кисловодские на мясо достаточно высокие. Не удалось нам до Учки-Кена доехать до рынка в этом году. Ну, что-то мне подсказывает, что в Учки-Кене, наверное, примерно такие же цены, как здесь. Мы, Владикавк, уходим от рынка. И опять, как Лора говорит, смотри, какие классные домики. Да, действительно, классные домики. Вот, мне кажется, все-таки сохранить Владикавказ таки нужно. Бородинская улица. Со временем будут за этой архитектурой приезжать. Ива Иса Александровича. Иса Александровича. Величайший наш полководец, дважды Герой Советского Союза. И Герой Монгольской Народной Республики. Командовал во время Второй мировой войны конной армией. Уже столько подвигов. Друзья мои, помним и чтим. Герои, когда в предыдущую поездку сказали, мы так пошутили. Ой, мужчина на коне, конечно. Мы знали, что это Клиев, но написали, ну что же вы не знаете героев. Нет, конечно, как такое можно забыть? Люди покрывали славой неимоверной, своим мужеством. В войну, которая уже была войной моторов, они кавалерийскими атаками творили чудеса. Вот смотрите, архитектура, что-то строится. Я думаю, что многоквартирный дом. И сейчас специально подойду. Посмотрите, ясно, что это визуализация, но тоже визуализация в стиле. Какая симпатичная архитектура. Ну, согласитесь, кирпич не стыдно и повторяет формы. Вот, то есть вот старая часть улицы, да, и как это будет выглядеть. Вот за что я говорю. Ну, строите, ребят, строите. Ну, создайте вы что-то такое, что будет вписываться органично вот в эти ансамбли. Они вываливаются из-за этого. Молодцы. Дай бог вот построят именно так, как нарисовано. Буду аплодировать. Конечно, у меня квартирный жилой дом. Даже потом поковыряюсь, поищу что-то больше про этот дом информации. Ага, о, мы уже пришли. Джейхан. Иду, 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 иду. Я прошу прощения с своими лирическими архитектурными отступлениями. Так, вот одно из тех мест, куда нам зрители настоятельно рекомендовали прийти, чтобы попробовать настоящую шаверму вкусную. Джейхан. Сейчас пойдем туда. Мы, конечно, под впечатлением. Хочется взять от арки Джейхан. Килограмм весом 410 рублей. Ну, наверное, скорее всего, и шаверма большая. Баварские сосиски есть тоже с гарнирами 450 рублей. Жейхан, возьмем, шиканем? Шиканем, нет, шиканем обязательно. Шаверма 340-320. 320, пикантная. Ну, здесь чизбургеры, гамбургеры. Чембургеры, 260. Мини, 160. И картошка 210-200 рублей. Надеюсь, что сейчас будет. Одно ассорти Джейхан килограммовое и бутылка лимонада 490 рублей. Как выглядит ассорти? Ну, давайте посмотрим. Ожидание прямо такое. Ого, интересно. В ожидании приготовления нашего блюда смотрим новинки. Картофельные шарики. Крокета из цветной капусты. Крокета из брокколи по 130 рублей. Картофельные шарики 150 рублей. Интересно. О, сырные шарики. 270 рублей 8 штук. То есть, что-то там тоже творят-творят, да? Добавляют какие-то позиции. Достаточно уютно. И, кстати, уже с утра, уже с утра здесь на доставку работают вовсю. Приезжаем, забираем. А, ну да, извините. Бывает, что уже 1.50. По большому счету, время обеда, конечно. Вот это и есть ассорти Джейхан. Килограмм. Это коз салат, мне кажется, что-то такое наподобие. Мясо. Мясо, наверное, разное. Картошка-фри, салат, булочка. И приятного аппетита. За 490 рублей вообще красота. Да. Вкусно? А, борщ вкусно. Аньке нравится. Картошка это точно. Дай руку. Ну как, рекомендуете? Нормально, да. Все свежее. Все свежее, все аппетитное. Ну самое показательное, что постоянно люди, все на вынос, на вынос. Да, да, да. Ну и так. И на троих 490 рублей. Аня, сядь, пожалуйста. Ну, мы весьма наелись, действительно. Даже не доели. Спасибо зрителям. Да, не доели немножко, извините. Так что спасибо зрителям за рекомендацию. Ребят, это стоило того, правда. Действительно интересный опыт. Спасибо. Джейхан, да? Все, двигаемся в сторону дома. Пешочком еще пройдемся. И Анютка пойдет на сон. Попробуем посмотреть. И вот снова-таки буду говорить. Смотри, Лорка, наводил. Ну, наводил, приятно же сделан. Ну, красиво. Ну, с задумкой. С какой-то идеей. Ни кусок этого, не пойми чего, даже не буду выражаться. И подсветка на фасаде, и все здорово. И, пожалуйста, пицца Ролл. Тоже красиво, симпатично. Молодцы. И когда получается, это... Ань, переводичку. Современные образцы архитектуры соседствуют со старыми зданиями. Все это как-то... Все это как-то... Здорово! В Владикавказе любят пиво. Не только свое классическое, осетинское. Вообще пиво, поэтому много пивных магазинов. И я опять пою про здание красивое. Отдать должное, что оба местных производителя пеновых напитков, и Дарьял, и Бавария. Ну, такие хорошие по качеству. Даже если, как говорится, не фанаты вы этого дела. Я думаю, что летом по бокальчику местного напитка пропустить очень даже можно. Тем более, здесь предпочтение отдают легкому пиву. Ну, как и мы любим такое. С насыщенным вкусом, но легкое. И погода радикально поменялась-таки. Посмотрите. Прохладно. Ну, я не знаю, брался в 17, наверное. Не поверишь, что вчера было 30, больше 30. Идет мелкий питерский дождь. Мы отдохнули, зарядили наше оборудование, зарядили сами. Поспали, я имею в виду. Вместе с Анюткой. Решили выйти погулять. Ну, вот погулять. Не знаю. Ребят, что у нас получится за прогулка? В любом случае, сейчас поедем, пообедаем, пообедаем, потому что Анька хочет суп. Ну, а мы пойдем, наверное, в место, которое рекомендовали наши ставропольские друзья. Они там с утра завтракали. Сказали, зайдите обязательно. Чебуреки решают. Если я не ошибаюсь. сейчас девчонки подойдут и поедем туда. Добрались мы. Да. Чебуреки решают, хотя думали, что это возле рынка. Совсем не там оказалось. Ну, что тут есть. Есть завтраки отдельно. Не знаю, ребята, может быть, ели завтраки. есть супы. Вот Аня все у нас забирает. Гриль колбас, колбасок. Так. Есть, конечно же, чебуреки по 140, 150 рублей. Даже какой-то есть. Так, вот сейчас посмотрим здесь. Меню Каджинариум есть отдельный Каджина, да? Пироги. Ой, пироги, смотри, с сыром, 350 рублей, кило 100, с листьями, 350 рублей, кило 100. с капустой, 290 рублей. Ой, ой, ребята. Есть традиционная ловжа. Ловжа есть, 290 рублей. Нет, ловжа-то большой на самом деле. Да, большой. Упала, давай. Чанахи, ну, если хорошие чанахи, одними чанахами можно наесться, это точно. Так, Анютке. Зыка. Традиционное осетинское блюдо из сыра, курузной муки. 340 рублей. Хинкали есть. Харчо, он... Покажи чебуреки, но все, меню так. Да, 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 Чебуреки от 150, а нет, от 130. С тыквой есть чебуреки, обалдеть. И вот интересно, едем сейчас, я говорю, Лоре, вот бы хоть краем глаза проспект Мира увидеть, и оказывается, что мы в Фаджинариуме, который вот на углу проспекта Мира, и надпись все сбудется. Ну вот, что тут? Хочешь, все точно сбудется, краешком глаза увидишь. Не знаю, удастся ли погулять, что будет с погодой, но Мира все равно увидел я, как хотел. Здорово, здорово. Чебуреки, чебуреки большие. Не такой, знаете, маленький чебурек. Я взял фуджин, мясной пирог, очень хотел его попробовать. В ту поездку не получилось почему-то. сейчас взял, буду наслаждаться. Блора сказала, что ей чебуреки очень понравились. Говорит, что прям вкусно. Один из самых лучших чебуреков в моей жизни. Ну вот суп, левжа, по-моему, местный. Прям вообще такой насыщенный, с луком, великолепный. И вот Анютка фуджин трескает, прям говорит, я ей заказала чебурек, потому что она просила чебурек. В итоге она увидела пирог у папы, говорит, папина, папина. Да? Очень приятное место, очень приятно. Очень вкусно. Молодцы. Молодцы. Лорка, говорит, так вдохновилась, что готова сюда приехать на завтрак. Скажи, что на завтрак есть. Посмотрите на Анюту. Каши, омлеты. Давай, давай, кушай. А яичница сколько стоит? Из трех яиц 180 рублей. Из трех яиц 180 рублей. Ну что, мы, правда, довольны, кучу комплиментов сказали. Я не знаю, оценка, причем я, когда выехал, думаю, что ребята хвалят, 4,4 оценка. Ну, видимо, оценки не всегда соответствуют, Потому что все, что мы попробовали, вообще обалденно, без всяких нареканий, просто вот на 5 баллов. Поэтому, наверное, решили с утра приехать. А, кстати, вот здесь чебуреки и дешевле. То же самое у них? Да, да. Это их бестро, просто там кафе, а это формат бестро. Забежал, покушал или с собой взял. И все. Уже по 120, по 110 рублей. Очень неплохой вариант, тем более на углу проспекта Мира. Вообще прекрасно. А дождь кто идет? Кондитерская, выпечка на морозье. Погромный выбор с сериалом. Делаем Наполеон и поедем гости. Красивый, каскарный, композиция, красиво. Здесь куличики на продаже. Красота. Слушайте, надо будет завтра заехать. Что это? Штучку у нас. А, это камера у нас. Снимаем. Вот сейчас еще пока ремонт, и там будет, наверное, кафе. Вот так, милый интерьер. Выпечка номер один. Добрый день, друзья. Добрый новый день во Владикавказе. Скажи привет зрителям. Нет, не хочет Анютка говорить привет. В армии у нас был норматив сборка-разборка автомата, а здесь у меня норматив сборка-разборка машины. Нужно все загрузить, подгрузить, унести, вынести. Планировали ничего не заносить, но пришлось все поднимать, все обратно затаскивать. Ну, увы, с ребенком. Да и нам что-то понадобилось. Сегодня 1 мая. Всех с прошедшим уже праздником наверняка. И, знаете, с утра немножко владикавказского колорита. Я когда ходил, грузил, и такие крики, яйца, яйца. Думаю, что такое? Машина приезжает. Ну, видно, постоянный поставщик деревенский. Яйца местные жители выходят, берут. Сейчас приехала машина с молоком. Такие большие бутылки молока. Ну, я имею в виду двухлитровые, но кто-то пять берет, кто-то десять. В общем, все деревенское. Квартиру сдали. Собираемся в дорогу. Ну, на самом деле, до дороги еще заедем. Во вчерашнее заведение чебуреки рулят, потому что очень понравилось. Позавтракаем, и уже в путь. Погода дорожная, хорошо. Ну, в общем, ну, появилась еще одна возможность показать вам немножко Кирова. Проспект Кирова. Володя Кавказе. Тут здание тоже меня особенно в ход прямо умиляет. Ну, что, все сбудется. Как и обещали, все сбылось. Ничего не скажешь. Удается пройти немного. Даже солнышко чуть-чуть-чуть-чуть показывается. Надеюсь, в дорогу все будет замечательно. В этот раз, ну, я так считаю, что было самого Владикавказа немного мало. не увиделись горы. Я имею в виду, это панорама, которую я так безумно люблю. Владикавказ, Кирова, и вот здесь горы нависают. Ну, что, друзья, это ли не повод вернуться снова? Главное загадать. В начале проспекта написано, что все сбудется. Так что будем надеяться, что так оно и есть. Город просыпается, праздничный день. Начинаю получать поздравления от наших друзей, зрителей. Всем спасибо огромное. С радостью смотрю на обновленный проспект Мира. Конечно, не до конца. Работы еще идут. Еще восстанавливать, все и восстанавливать. Но, когда мы приехали сюда впервые, здесь еще не было мощения. Тут ходили мы вот так вот, как-то переступали, перебегали. Сейчас уже это все сам проспект тоже симпатичный. Здание приводится в порядок. Конечно, когда красиво, тогда красиво. Что тут скажешь? Видим, что и наши зрители приезжают во Владикавказ, в Осетию. Да, и я думаю, что масса программ по телевидению, которые говорят, давайте, давайте, приезжайте сюда. Ну, стоит. Понятно, что можно говорить много. Узнаем, да? Михаил Булгаков. И кис-кис. Можно, конечно, говорить много о том, что ой-ой-ой, много туристов, цены меняются. Ну, правда, цены меняются. Мы едем, спрос рождает предложение. Ну, как я говорю, ладно, фиг с ним, с ростом цен, там, до разумных пределов. Главное, не потерять самобытность. Очень, очень верю в то, что здесь, во Владикавказе, это удастся сделать. Большие традиции, гостеприимство. Думаю, что город справится, и республика в целом, с таким наплывом. Ну, я доволен немножко прогуляться. Здесь это уже тоже праздник. Кофе-машины, вот, когда говорят, кофе-машина, наверное, подразумевает и вот такое чудо на колесах машины, которая делает кофе. Ребята, просыпаются, мне кажется, раньше всех. Мы ждем открытия вчерашней кафешки, будем завтракать, дети уже все на энергетике, на адреналине, да и взрослые тоже. Сегодня нас ждет дорога в Сталинполь. Такие заведения, когда еще чуть-чуть фантазии приложено. Кофе, погоди. И можно сесть, посидеть, попить кофе. Ой, бар. Дай бог приедем, как-нибудь погуляем здесь вечером, потому что много, ну, в кавычках, злачных заведений, таких, в хорошем смысле, где можно попить пиво, как мне кажется, послушать музыку. Это тоже хочется окунуться в эту атмосферу. Вот она, наша банда мальчишки, Анюта, руководительница всех проектов. постная, пожалуйста, можно здесь купить даже. Ну, то, что я говорю, даже когда в сторону уходишь, ты там, кафешки, заведения. Чуть-чуть пройтись по Кирову. Аня на самокате каталась. Да ладно, Аня с Олегом каталась на самокате. Анют, неужели ты правда каталась на самокате? Вот, молодец. Да, ты молодец. Олег, ты научил? Да. Сама научилась. Умница. Ну, если бы ты не дал самокат, она бы научилась. Анька, запомни, что, впервые на самокат ты стала во Владикавказе. Да? Да. Ну, это еще, конечно, для деток вредно. Я думаю, самокат только лет 5 купим. Ну, зная наши строгости семейные. Я думаю, в 10, но ладно, ничего страшного. Ну, не строгости, просто это время для осанки. Перекос идет. Вот так. Молодец. Спасибо Владикавказу. Нашим друзьям огромное спасибо жителям. Всегда гостеприимно, ребят. От души поклон приезжать к вам в настоящее удовольствие. Благодарим. то, что я имел ввиду. Проспект красивейший. Но уходишь в сторону и непонятно, где ты хочешь гулять. Здесь или идти по этим маленьким улочкам тоже неповторимым, чудесным, увлекающим. Кису потеряла, да, моя девочка? 400 километров, 6 часов и мы уже в Ставрополе. Наша поездка во Владикавказ закончилась. Ну, мне кажется, она получилась наполненная эмоциями, открытиями, новые для нас места. К сожалению, ну, для меня, к сожалению, не удалось погулять по самому Владикавказу, но нужно что-то оставлять на будущее. Друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что поддерживаете нас, спасибо за ваши значочки нравятся и прекрасные комментарии, это действительно вдохновляет творить и двигаться дальше. Всего вам самого наилучшего мира, благополучия, счастья, крепкого здоровья и пусть каждый ваш день будет добрым. До новых встреч, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok